привет сегодня мы закончим образ моего первого уака и будем шить платье для этой прелестной лесной феи я хочу сказать вам всем огромное спасибо за все варианты имен которые вы мне присылали я думаю сейчас когда образ будет полностью закончен можно будет определиться из ими так материалы которые я приготовила для нашего платья это кружева насчет кружева у меня не было никакого цветного кружева было только белое то есть вот это было кипельно-белым я взяла обычную акриловую краску развела ее в воде и где-то около 12 часов подержала в ней кружева и она вот окрасилась в такой бежево немного с розовым оттенком цвет кое-где неравномерно и это даже к лучшему оно похоже на такое винтажное кружево так далее что нам пригодится это косая бейка атласная вот такой вот жесткий фатина отлично держит форму вот а также я использую такую подкладочную ткань из вискозы вы можете использовать атлас или ну все что угодно просто у меня было вот это вот цветовой также еще главное что нам нужно это вот такое тельце чтобы так сказать делать все не на самом уаке чтобы не дай бог не испортить укладку или макияж я возьму просто вот такое вот тело но идентичное вот только белое ну кто смотрел это как раз из одного из прошлых видео так и начнем мы создание нашего образа нашего костюма с корсета который будем делать из кружева и сейчас нам понадобится пищевая пленка которой мы защитим тело куколки чтобы она не испачкалась так и так и обмотала тело пленкой пищевой и сейчас нам понадобится обычный клей пва у меня вот такой и кисточка идея в том что вот тут вот красивый край у кружева такой создает красивый вырез корсета вот это нам нужно то есть вот так вот ровно держать и вот так наносить клей самое главное так хорошенько натягивать и чтобы все было ровненько так а я намазала все обильненько клеем и сзади сколола булавочками и так спереди уже все подсохло а сзади я срезала лишнее и также хорошенько промазала клеем теперь ждем пока все это окончательно высохнет так для того чтобы не рисовать выкройку заново я использую платье кладинго теперь нам нужно отметить где у нас колено ну вот я тут уже отметила и собственно от этих насечек у нас пойдет расклешение юбки то есть клин как примерно в юбках годы но это будет не годы а расклешенная юбка от колена значит нам понадобится циркуль чтобы все ровно сделать мы ставим циркуль вот нашу рассечку а второй кончик с карандашиком на низ юбки на это расклешение и чтобы в общем нам долго не думать ничего не отмеряет conditions мы берем треугольничек и вот как раз от этого угла будет достаточно так ну что теперь нам нужно вырезать это будет передняя половинка юбки итак вот наша передняя половинка юбки теперь нам нужно начертить заднюю половинку по моей задумке она будет стоять из двух частей то есть сзади по спинке будет идти шов так я хочу сделать у этой юбки шлейф и сейчас мы его нарисуем то есть нам нужно вот здесь продлить эти линии продлим до конца так откладываем примерно 6 сантиметров шесть вот так и сейчас получается что нам как раз нужно нарисовать боковую линию шлейфа то есть вот из этой точки красивой кривой выпуклые свести вот сюда я хочу чтоб шлейф мой был пышным поэтому соответственно от этой же линии которую нас тут было сейчас мы делаем опять же клин расклешение все то же самое только в этот раз вот по этой длине не поэты а по длине шлейфа итак у нас получились вот такие выкрики это передняя половинка а это задняя половинка то есть ее половина так я вырезала наши детали из ткани и главное не не забудьте по боковым швам сделать припуски 05 корсет я уже сняла с куколки он полностью высох и выглядит прекрасно и мне нравится как он получился вот здесь и так срез я промазывала клеем сейчас я обсыпал его глиттером то есть блестками использовала вот такие ну что ж теперь ждем полного высыхания а в это время можно прострочить нашу юбочку а и так я соединила детали при помощи швейной машинки у нас осталось соединить только задний шов вот он собственно низ я обработала косой бейкой итак что касается корсета вот что я придумала в виде застежек собственно это обычные крючки для одежды такие маленького размера нам соответственно нужны были только петельки и их я просто приклеила на клей момент кристалл вот теперь нам нужно подобрать шнуровочку спереди наш корсет выглядит вот так итак я соединила задний шов прострочив его на машинке вот так это все выглядит с изнанки вот прежде чем вывернуть нашу юбочку на лицевую сторону нужно разобраться с тем как она будет застегиваться поэтому одну сторону я просто вот так вот сделала мелким зигзагом чтобы ткань не осыпалась а другую вот так вот подвернула и подшила вручную стараясь с лицевой стороны сымитировать машинный шум я использую вот такие вот маленькие кнопочки так наша юбочка готова вот так застежечка наша получилась и и и Вау! Сидит очень здорово! Очень красивый длинный струящийся шлейф. Вау! Сидит! Вау! Сидит! Вау! Сидит! Вау! Сидит! Вау! 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 огромное спасибо всем кто писал мне варианты имен для моей лесной феи сейчас когда образ полностью готов я решила что назову эту красавицу аврора если ты хочешь увидеть мои новые эксперименты и новые уаки поддержи это видео лайком возможно с авроры я сделаю отдельную фотосессию если будет такая возможность в любом случае увидимся в новых видео пока пока